МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, я в ответ поздравляю и вас, потому что у нас День Российской вроде как печати, но у нас этот праздник принято воспринимать более широко, как день, который отмечают все средства массовой информации, потому что печать в том или ином виде, она присутствует и у вас, и у нас, то есть она присутствует везде. Ну, и с наступающим днем Чувашской печати, он тоже совсем скоро, это тоже большой праздник для всех нас, кто работает, трудится и следит за Чувашской Республикой. Александр, возвращаясь к празднику Российского дня печати и Чувашского дня печати, вы к этому празднику имеете непосредственное отношение, так как несколько лет работали собственным корреспондентом российской газеты. Представляли это популярные и печатные СМИ в нашей республике. Скучаете о том времени? Можно сказать, что и скучаю в какой-то части, потому что и время было интересное, и работа интересная, но поскольку я сейчас тоже как бы остался вот в информационном поле, скажем так, то есть работаю в информационном поле, поле поиска информации, доведения ее до читателей, до людей, до зрителей и так далее, да, то такая легкая ностальгия присутствует, но я в теме, то есть я занимаюсь, я и слежу за коллегами, и общаюсь с коллегами, и тот опыт, который я тогда в российской газете получил, конечно, он бесценен, как любой жизненный опыт, поэтому он и сейчас со мной и приносит пользу, надеюсь, что не только мне. Как вы стали журналистом? В чем привлекательность этой профессии, по вашему мнению? Если про привлекательность, то, наверное, ключевой смысл любой деятельности, да, это приносить какую-то пользу. То есть и доведение информации, формирование информации, обработка информации – это тоже польза, да, потому что перед тем, как, ну, возьмем, если новость, она доходит до конечного потребителя, да, простого жителя, читателя, да, того, кто интересуется той или иной темой, журналист проводит достаточно большой объем работы, да, и поэтому, когда твоя работа, вот обработка, эта информация, ее формирование и дальше передача, когда она воспринимается, людьми, то есть находит отклик, приносит пользу. То, как она воспринимается. И то, как воспринимается, находит отклик и приносит конкретную пользу. Вот это, наверное, самый главный результат работы. И в этом ее привлекательность. Особенно, когда читатели, ну вот у меня, если говорить про российскую газету, да, были читатели, естественно. Когда читатели приходят обратные отзывы, там какие-то слова благодарности. Решение вопросов. Решение вопросов, да, и так далее. Это всегда очень круто. Это всегда очень классно. А как стал журналистом, на самом деле, как у многих любимая профессия, ну, получилось случайно. Получилось случайно. Наверное, помогло базовое гуманитарное образование исторически в факультете ЧГУ закончил свое время. То есть, в принципе, с работой с текстами у меня больших проблем никогда не было. И в школе сочинения, вроде как, неплохо перестал, и местами даже стихами. Ну, что-то такое еще. Вот. Просто в какой-то период времени вступило предложение попробовать свои силы. В тот момент как раз российская газета, значит, представительство в республике Татарстан, в Казани, они искали собственного корреспондента в Чуваши. Место было вакантным. То есть я... Решил попробовать. Я решил попробовать. Мне дали телефон, я позвонил в редакцию, мне сказали, у нас как раз есть тема, надо съездить, сейчас, как помню, в Новочебоксарск, значит, поселок рядом Вальдеева, застраивался частный сектор, дома были построены, а воды у них не было. То есть не была подведена вода, и люди там, кто из дождя собирал, дождевую воду в бочке, кто-то скважины пытался копать, а тогда это было еще достаточно нечастое явление для республики, это был, сейчас, если не ошибусь, 2008 или 2009 год. Я туда съездил, пообщался с жителями. То есть это был мой первый материал, я его написал, он буквально через несколько дней вышел в газете, потом, как я узнал, еще через день началась работа по этой проблеме, и она в итоге была решена. То есть вот это вот такой... Ключевой момент. Ну, такой момент переломный, то есть мне сказали, окей, давай пробуем дальше. Дальше попробовал, и, как говорится, и все завертелось. Какое место занимает периодика в современном медиапространстве? Какие ее задачи вот сейчас, как вы считаете? На самом деле, ну, сейчас под периодикой вообще, в принципе, понимается гораздо больше, чем понималось еще несколько лет назад. То есть мы можем говорить, если несколько лет назад еще, там, мы говорили о печатных средствах массовой информации, о газетах, журналах, да, и так далее, то есть сейчас под периодикой мы даже подразумеваем и интернет-ресурсы, потому что они тоже выходят с постоянной периодичностью, да, и с этой точки зрения, конечно, это номер один. По источнику информации недавно, ну, скажем так, в республике у нас был проведен соцопрос, как раз на тему, откуда люди получают информацию, да, и на первом месте у нас телевидение, а на прочном втором месте это интернет-ресурсы. Все-таки телевидение на первом. Пока телевидение на первом, да, интернет-ресурсы, но, что очень важно, достаточно большой процент занимает и печатные СМИ. Это не только то, что выходит у нас в республике, это не только такие газеты, как бы и популярные, на которые привыкли ориентироваться люди с точки зрения получения официальной информации, которая тоже должна присутствовать в информационном пространстве обязательно, да, это советская Чувашия, это, например, газета Грани, печатные издания издательского дома, Хабар, да, и другие газеты, которые у нас выходят. Но это и федеральные газеты и журналы. И я думаю, что это ответ на вопрос, что с появлением интернета печатные там СМИ умрут. Нет, не умрут. Получают вторую жизнь. Да, на самом деле да, потому что уже появляется специфика, что интернет это какие-то короткие новости, быстрые сообщения, то есть это оперативность, а, например, печатные СМИ это уже аналитика, дополнительные подробности или возможность отследить историю. Поэтому тиражи, может быть, они не будут расти, но то, что газеты сохраняются и будут иметь свою актуальность, ну, это точно. А в чем особенность изданий, которые совмещают в себе российские новости с региональной вкладкой или приложением? Какие требования к местному контенту сложно ли вписываться в редакционную политику? В политику редакционную вписываться, наверное, несложно, как на любой работе есть своя специфика, свои требования, свои форматы. В принципе, если они понятны и четко объяснены, доступны, то особых сложностей здесь, наверное, не бывает. Это момент технический, специфический, то есть если работа тебе подходит, если ты в ней, ну, в общем, понимаешь, чем ты занимаешься и для чего, я думаю, что это небольшие сложности. А региональные вкладки в федеральных изданиях на самом деле несут несколько важных направлений, главные из которых, на мой взгляд, это, опять же, возможность принести пользу. Как было у нас в российской газете, если мы сейчас все-таки за российскую печать говорим, за российскую печать говорим, региональная вкладка в российской газете получает более широкое распространение, чем просто территория Чувашия. То есть как минимум это выходит в ключевые города ПФО. Казань, Нижний Новгород, Ишкар-Ала, Ульяновск, там в зависимости от времени иногда эта география меняется. Плюс у российских изданий достаточно сильный интернет-блог, то есть интернет-ресурс, который хорошо цитируется, хорошо просматривается, и многие материалы, которые выходят в региональные вкладки, они в интернете тоже присутствуют. Соответственно, материал получает больший охват, если это проблемный материал, на него обращается большее внимание. Больше внимания обращается, проблема быстрее начинает решаться, шевелиться и так далее. Ну вот я лично занимался очень плотно проблемой за жильем для инвалидов в Алатарском районе. Значит, в итоге дом был построен, то есть инвалиду он был передан. Понятно, что эта тема волнует не только одного инвалида в Алатарском районе, она волнует большее количество людей. То же самое у нас было с жильем для многодетных семей. Мы освещали хорошие примеры работы приемных семей, когда люди показывали хороший пример, как они выстраивают эту работу с приемными детьми. у них их большое количество и все... То есть не только проблемы, но и, конечно... Но и позитивные примеры, которые могут получить тоже распространение в обществе. Это тоже, в принципе, одна из миссий средств массовых информаций, не только решать проблему, но и показывать то хорошее, что происходит. Я знаю, что за свою профессиональную деятельность вы пробовали себя в разных жанрах. Предлагаю посмотреть видеофрагменты. В эфире обзор прессы. Вместе с вами мы посмотрим, о чем писали газеты республики на этой неделе. Вопросы безопасности обсуждали в Чебоксарах участники выездного совещания Совета безопасности России. Его провел секретарь совбеза страны Николай Патрушев. В Чувашии стартует кампания по приему заявлений на отдых школьников в оздоровительных лагерях. Российская газета узнала о том, что в этом году процедура приема заявлений будет проходить в несколько этапов. Опыт Чувашии советуют изучать другим регионам. Советуют не абы кто, а полномочный представитель президента страны в ПФО. Советская Чувашия рассказывает о заседании Совета Приволжского федерального округа, прошедшего в Перми. Обзор прессы следит за развитием событий. Увидимся через неделю. Это программа Обзор прессы. Помню, это время интересное. Тоже было предложение, поскольку я с медиарынком достаточно плотно тогда общался и взаимодействовал. И сейчас общаюсь и взаимодействую. Поступило предложение делать некую обзорную передачу о том, что интересного у нас в печатных СМИ вышло за неделю. Раз в неделю мы снимали программу. За неделю я собирал газеты, их просматривал, выбирал что-то интересное, важное, актуальное. И вот об этом рассказывал в передаче. На самом деле я до сих пор сейчас очень тепло эту программу и это время вспоминаю. И в голове крутится мысль о том, что что-то подобное надо возразить, надо сделать. Может быть, в таком же формате, телевизионном, может быть, в каком-то другом формате, может быть, в социальных сетях или еще что-то. Почему? Потому что объем информации очень большой, он с каждым, не то что годом, фактически с каждым месяцем увеличивается, увеличивается, увеличивается. И очень много интересного и важного, действительно интересного и важного часто остается за кадром. Александр, сегодня вы кардинально поменяли сферу своей деятельности. Общаясь с бывшими коллегами в новом статусе, вы вспоминаете свой опыт общения с властью? Как, по вашему мнению, должна выглядеть идеальная модель отношений пресс-службы руководителя, регионы, местных СМИ? На каких принципах должно строиться взаимодействие? На самом деле, как раз кардинально ничего не поменялось. Мы как с коллегами общались, то есть и в бытность российской газете я сообщался практически со всеми коллегами. И сейчас я общаюсь со всеми коллегами. Я вот еще раз просто подчеркну, кардинально не поменялось. Мы находимся в постоянном диалоге, в постоянном взаимодействии. Наверное, это и есть та модель, которая должна выстроиться между любой пресс-службой, абсолютно любой, если есть некая форма, которая называется пресс-служба, она так или иначе должна находиться в постоянном диалоге со средствами массовой информации. Этот диалог должен носить исключительно содержательный, конструктивный, доброжелательный характер, характер. То есть, как коллеги к коллеге. Даже за прошлый год у нас были вещи, которые комплексно с коллегами были сделаны. Здесь были задействованы все и пресс-службы, и средства массовой информации, и какие-то люди со СМИ не связанные, но так или иначе способные оказать помощь в том или ином управлении. Поэтому диалог и совместная работа только вместе. И возвращаясь к теме праздника, российской печати. Какие российские здания представлены сегодня в республике? Как складывается взаимодействие с ними? Насколько высок интерес федеральных СМИ к регионам, в частности, к Чуваш? На самом деле, сейчас информационное поле выстроено, наверное, таким образом, что важен не столько регион, сколько то, что в регионе может происходить. Мы прекрасно знаем, и достаточно часто и в наших СМИ появляется информация о том, что на Первом канале такая-то новость о Чуваш. Или там недавний пример у нас, может, это уже посленовогодний пример, когда на Первом канале показали про сюжет про девушку, единственную вальшицу леса из Чуваши. Да, это же появляется постоянно. То есть мы интересны, значит, у нас есть информационные поводы, которые интересны на самом высоком федеральном уровне. И вот наша задача, задача средств массовой информации, задача пресс-служб, министерств, ведомств, эти информационные поводы вытащить и довести. Если нам это удается, если эта информация в итоге выходит на федеральный уровень, я считаю, значит, наша работа в чем-то удалась. Причем это касается не только каких-то позитивных историй, но и тех же самых проблемных вещей. не надо бояться говорить о проблемах, не надо их признавать, и не надо бояться показывать, как мы эти проблемы решаем. Стараемся сделать вместе с коллегами, чтобы было что показать. Замечательное завершение нашей беседы. Спасибо, Александр, что пришли в нашу студию. С праздником вас и до свидания. Спасибо большое еще раз всех коллег с праздником и вас с праздником. Спасибо. Спасибо. Спасибо.